привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сегодня тема нашей передачи будет ультразвуковые свистки приходит вопросы ну как обычно я на них отвечаю итак что такое ультразвуковой свисток откуда он пришел к нам как им пользоваться в общем 1800 каком-то году один из товарищей в англии изобрел вот этот ультразвуковой свисток суть его заключается в том что ультразвуковые волны некоторые спектры человеческое ухо не может воспринимать ухо собаки она достаточно широкий спектр восприятия имеют поэтому она очень четко воспринимает этот свисток и вот этот товарищ англичанин как бы использовал ультразвуковой свисток в качестве цирковой дрессировки то есть что он делал он говорил что собака способна читать его мысли производил определенную очередность ультразвуковых свисток и его собаки надрессированные на эту очередность именно выполняли те или иные команды и сидеть лежать камней там ходили на тубу и так далее то есть тем самым он как бы привлекал зрителей к себе на представление вот подобие этого ультразвукового свистка которого изобрел этот товарищ и какое применение сейчас используется в дрессировке но точно также используется в цирковой дрессировке в обычную кд дрессировки и так далее чем удобен этот свисток для меня то есть я использую этот свисток вот смотрите в силу своей работы когда выходишь в поиск куда-то в таежную зону да ты идешь и большими маршами там по 15 километров там когда меньше когда больше ну среднем где-то так и условах в условиях непроходимой местности достаточно тяжело постоянно орать собаку то есть ко мне там иди сюда там и так далее то есть она же из зоны видимости пропадает она начинает убегать куда-то в поисках бегать между спасателями которые прочесывают территорию и вот для того чтобы не кричать я использую именно этот ультразвуковой свисток чем он хороший он хорош тем что в среднем где-то в среднем условиях леса он распространяется ну где-то 450 400 300 метров так далеко собака не заходит поэтому достаточно хорошо она его слышит то есть не надо орать а просто свистнул собака к тебе подошла причем я не использую его в качестве угд дрессировки то есть не надо там можно сидеть лежать зависимости от последовательности научить собаку но это опять возвращаемся мы к теме условного рефлекса да не буду я ее повторять вчера я только про нее рассказывал вот мне это нужно для того чтобы для двух командов то есть короткие свистки это когда собака просто подбегает ко мне то есть в поле зрения показалось убежала дальше и длинный свисток это когда собака конкретно ко мне подходит как команде ко мне очень удобно не надо орать собаку то есть вот даже где-то во дворе вы выходите собачкой начинаете орать и привлекать к себе внимание а так просто свистнули причем свистнули беззвучно абсолютно то есть человеческое ухо не воспринимаете собака вас услышала вам подошла ну опять же над этим нужно работать соблюдать правила выработки условного сигнала у собаки условного рефлекса точнее у собаки и тогда это все будет у вас работать как это работает у меня вот смотри сейчас я по необязательной команде позову своего кабелька рика и подкрепляю молодец хорошо ай браво умница вот так вот вот это у нас работают итак друзья сегодня мы поговорили о ультразвуковых свистках надеюсь всем все понятно заслужите доверие заслужите уважение и у вас все получится с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег спасибо